Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире проект Евгения Додорева «Мимо НОД». И пока ведущего нет, с вами в студии студенты Московского Института телевидения и радиовещания «Останкино» Юлия Щетинина и Александра Панина. А в гостях у нас сегодня российский и советский журналист политический обозреватель, взглядовец Александр Владимирович Политковский. И, кстати, да, он тоже является преподавателем нашего института. И вот первый вопрос, который я хочу задать, раз уж мы коснулись этой темы. Александр Владимирович, как вам вообще преподавание? Замечательно. Я могу сказать, что изначально, когда какое-то количество лет тому назад мне предложили описать книжку по поводу того, что вот я, ну, этапы большого пути назад, будем так говорить. Вот, и я сказал, что я не очень могу представить себе, для кого я буду это там. Ну, тогда, говорит, давай сделаем другую ситуацию. Давай, давай ты немножко будешь преподавать, и ты тогда узнаешь там, да, что такое за поколение молодых журналистов, которые хотят что-то такое донести, и тогда ты напишешь для них. Я совершенно, я все равно был злой. Я потому что говорил, что там тот, они все дебилы, они ничего не понимают, они противные, там нервские, вот, однажды встретил Володю Молчанова, вот, и он шел вместе со своей женой, и я ему говорю, ну, это же не возможно, они все противные, они ничего не понимают. Вот, а жена его, значит, чата, она говорит, говорит, Саша, ты понимаешь, вы были еще хуже. Она, как бы на меня, знаете, вылила уши от холодной воды. И я так подумал, да, ведь, а, наверное, так оно и было, ведь действительно там. Вот, но и потом все, так сказать, реанимацию все это закончила моя мама. Вот, она сказала, у тебя была теория, практика партийной советской печати, научный коммунизм, там, политэкономия социализма, там, да, тебе мозг пудрили пять лет в МГУ, там, мучили тебя, там, то-то, 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 вот-то. Он говорит, давай ты все выкинешь это, там, да, и придумаешь вот, что-то свое. И вот прошло три месяца, я придумал и пошло. Вот, и сегодня я могу сказать, там, ну, как бы, так сказать, похвалиться тогда, что, ну, чуть-чуть похвалиться, там, да, что работает методика, придуманная, она уникальна сама по себе, вот, и работает она именно не потому, что это я так считаю, а потому, что когда люди у меня полтора года обучившись заканчивают, им ставят оценки другие люди, вот, и они, я постараюсь, как бы, чтобы они были, ну, более-менее постоянные, кто-то, чтобы могли следить. Если раньше, например, там, мы можем сказать, года четыре тому назад, там, какая-то группа, состоящая, там, из семи человек, там, ну, да, где семь, десять человек, один, два, там, получали пятерки, там, да, другие, там, ну, всякие, там, четверки, тройки, там, ну, по-разному, там, да, сегодня вот эта система, она чем интересна, да, то, что она работает на всех, да, и поэтому все равно есть пятерки, да, есть пятерки, которые совершенно, а другие все четверки, например, да, и вот эта вот динамика, она прослеживается не мною, там, да, вот, что люди, которые хотят стать телевизионными журналистами, профессия сложная, достаточно, она интересная, она сложная, вот, и поэтому вот такая, так сказать, получилась такая, знаете, как бы флешка, которая взяла, и вот то, что происходит в момент смерти человека, там, да, так сказать, ну, как говорят, там, да, вся жизнь, там, да, резервное копирование, да, такое, так и здесь, вот это преподавание, оно, в общем-то, получилось так, что оно просто, так сказать, вот произошло такое резервное копирование, я немножко, ну, не немножко, конечно, серьезно проанализировал, как я учился, что я делал, и как я дошел до жизни такой, вот, и поэтому, естественно, это, на самом деле, очень здорово и помогло, потому что на факультете журналистики Московского государственного университета у нас преподавала Марина Евсеевна-Голдовская, вот, и сначала это был просто, ну, там, один такой семестр фото, да, нужно было сделать, но получилось так, что этот семестр перерос, в общем, в большую такую любовь и дружбу до конца, я сделал творческий диплом, сам его снял, со мной монтировал, там, да, все, вступал в качество режиссера и автора, там, да, сделал такое авторское кино, к сожалению, погиб во время перестройки этот диплом, я поэтому не могу его показать, вот, но это не очень интересно, на самом деле, вот, и поэтому, вот, я стал конструировать, имеется в виду, исходя из собственного опыта, да, потому что меня научили снимать, а меня научили там монтировать, а меня научили немножко режиссури, а меня на мне вот это надо. — То есть, вы основы со всех своих знаний закладываете в эту систему, правильно? — Да, я заложил уже. — Чтобы журналист умел, как бы, делать все, если ему понадобится. — Да, у нас такой, как вот сейчас, вот такая статья скоро выйдет в одном интернет-издании «Медиарынок», то вот, как она, это написала моя ученица одна, там, специально, я не хочу, чтобы я так хвалился, там, я говорю, вот, напишите, может быть, что-то хорошее, а что-то плохое, может быть, правильно? Ведь это нормально, это интересно. Вот, универсальный солдат такой, да, вот, который может в крайнем случае и снимать, потому что стреляют по оператору, вы это знаете и понимаете прекрасно, там, вот, видите, уже эта информация, и все это вы в курсе дела. Вот, и поэтому журналист должен совершенно четко, там, и внятно, там, понимать, что он может, да, и мне очень интересно, мои выпускники, которые работают, там, на федеральных каналах, там некоторые, мне говорят, «Александр Владимирович, я тайно монтирую». Я говорю, почему тайно, там, да, я говорю, ну, что же вы умеете монтировать, это очень хорошее, так сказать, качество, там, да, которому я специально учу вас для того, чтобы мозг ваш работал, они говорят, да, потому что на каналах есть монтажеры, которые получают за эту зарплату, и поэтому, говорит, нам, журналистам не разрешают это делать. Вот, поэтому, говорит, я делаю тайно, потому что они дебилы, я хочу быстрее это сделать, вот, вот, смотри, вот, я вот так вот умею. — Александр, а вы вот мне считаете, вот мне один журналист сказал, известный очень, что, чтобы стать журналистом, достаточно просто этим непосредственно заниматься, для этого специализированно учиться нигде не нужно, нужно просто идти в поле, снимать сюжеты, пахать, 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 и тогда у тебя всё получится. То есть, если какой-то выхлоп того, что люди идут учиться на журфак, идут непосредственно именно на тележурналистику, если можно в это время просто идти и заниматься делом, и учиться этому в процессе проб и ошибок. — Понятно. Существует два таких, действительно, вы правы, да, это западный подход, и его часто очень практикуют, и есть такие университеты в Америце, вот, и они этим и занимаются. Они, да, вот, люди пришли, они ничего, так сказать, не обучают, их ничего не говорят, дали камеры, вот, и вы должны, там, да, через какое-то время, там, что-то принести, что-то это сделать, люди начинают колупаться, там, что-то такое делать, и у кого-то что-то получается, вот, такая ситуация, безусловно, есть, она имеет место быть. Я, как человек, закончивший факультет журналистики Московского государственного университета, я стопроцентный, так сказать, да, именно телевизионный журналист, вот, в том, о чём вы сейчас сказали, есть одна очень положительная, так сказать, вещь, положительная черта, что человек, который мог быть, например, там, каким-нибудь кулинаром, экономистом, каким-то ещё, а потом он, вот, стал журналистом, да, и вот это, а здесь немножко другая вещь, ты владеешь журналистской методикой, там, да, и поэтому тебе всё равно про кулинарию, про экономику или про что-то ещё, понятно, да, я объясняю или нет, я не очень, поэтому я объясню вам, так сказать, да, вот, что я там прилетел когда-то, там, да, в свою теперь любимую Камчатку, вот, и я, например, там, да, делал про какой-то крабовый флот, там, да, который занимается ловлей камчатского краба, там, проблемы, естественно, не просто там, да, а потом ехал в Вилючинск, там, где стоит наш атомный подводный флот и делал про бедственное положение, так сказать, у наших подводников, там, да, вот это я делал в одну командировку, понимаете, вот, и с одной и той же группой операторов, там, да, и мне приходилось достаточно тяжело, вот, а до этого ещё, ну, к примеру, там, ещё во времена программы «Мира молодёжи», ещё, которая была до «Взгляда», я был в Чернобыле, да, и, представьте себе, там, да, меня послали в Чернобыль, да, я вообще, представляю, не имею, что это такая атомная энергия, там, да, я никогда в жизни не живи, вот, но поскольку, поскольку я был, меня послал Эдуард Михайлович Соколаев через 10 дней после взрыва туда, вот, то угадайте с первого раза, когда прошёл год, кто поехал, Чернобыль год спустя делать, а кто поехал, Чернобыль год спустя делать через 2 года, а кто поехал через 3 года, да, на пятый год только меня уже не пустили, потому что была такая, ну, кто-то там заподозрил, что якобы там у меня со мной может со здоровьем что-то произойти, там, да, хотя на самом деле, мне кажется, что это всё ерунда, вот, поэтому это, вот, есть разные два подхода, вот, один, это когда человек уже состоялся в какой-то профессии, вот, и дальше он пытается журналистику осваивать вот это отсюда, или наоборот, мы берём какие-то совершенно чёткие, ясные и понятные приёмы профессии, их осваиваем, вот, безусловно, мы ещё говорим про академическое образование, если мы говорим про… – Само собой, да. – Да, да, академическое, потому что, естественно, там, да, вдруг ты понимаешь что-то и что-то знаешь, да, вот это тоже очень важно, там, история литературы, там, да, русский язык, ну, тот же самый Розенталь, где-то Роль Яршевич, которому я сдавал государственный экзамен по русскому языку. – Да, 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 а он преподавал, дело в том, что… – А мы учились по его книжкам, да. – Да, он преподавал, почему-то у него такая была, я не знаю почему, вот, но у него была такая вот какая-то специфика, он преподавал почему-то именно телевизионным журналистом, там редактором нет, а вот именно телевизионщиком преподавал. Поэтому нам посчастливилось, ну, мы даже не знали, что нам посчастливилось, потому что я всем своим студентам рассказываю такую историю, потому что, когда я ему не поставил пять, я взял в руки, уже поставил, я уже тогда взял в руки эту зачетку и говорю, Дитам Ильяшевич, я говорю, скажите, пожалуйста, я говорю, а все-таки вот непонятно, позвонишь или позвонишь, ну, я уже пятерку имею, понимаете. Он говорит, Александр, это вариант, он говорил с таким акцентом, он был польским евреем, и у меня такой акцент был, вариант, вы будете жить в то время, когда уже будут говорить люди в метре. Я говорю, как, в каком метре, вы что, ну, невозможно, там, да, там, да. Ну, года три-четыре тому назад, мне мама моя как-то позвонила, она говорит, уже говорят, все, Дитам Ильяшевич уже, так сказать, тогда в то время знал и, да, представлял себе, что такое возможно. Вот, и поэтому, конечно, вот эта любовь и ощущение, даже не любовь, по-другому, это, так сказать, чувство языка. Здесь очень важно, так сказать, это чувство, вот, и не самое страшное, что мы иногда, молодые журналисты, делают орфографические там какие-то ошибки, а вот чувство языка, вот это, конечно, фантастическая вещь, и ты, конечно, не понимаешь, да, что-то, ну, хотя всю жизнь практическая стилистика русского языка у меня стоит в доступности, вот, я достаю ее рукой, вот, потому что если у меня какая-то проблема возникает, то я вижу, разница, практическая стилистика русского языка и согласование времен там еще. Александр Андреевич, а Вы скажите, как остаться в преподавании беспристрастным, то есть, имея какую-то свою точку зрения, не доносить ее до студентов как-то слишком? — Вот очень просто. — То есть бывает такое. — Нет, у меня, на самом деле, в этом смысле никаких проблем нет, если Вы говорите про какие-то политические предпочтения, мы вообще об этом не говорим. — Ну да, это надпись. — Да. — Хотя преподаватели метро этим не страдают, и очень многие, большинство, я бы даже сказала. — Может быть, может быть, вполне. Вот, а что касается здесь, наоборот, очень часто это студенты, и сейчас даже, вот они там пытаются описать метод, вот, уже описали, и говорят, что некомфортно, например, для них, то, что я очень часто говорю намеками, они говорят, скажите нам точно, вот там то-то, то-то, то-то. А мы подходим к искусству написания закадрового текста через эссе, а эссе – это очень личная вещь, это личное переживание. К сожалению, у нас нет такого реального примера для подражания, потому что эссе не существует на современном телевидении. А мы его возрождаем. И вот потихонечку там, да, это, знаете, вот это некое ощущение первой любви, первого там какого-то, какого-то какого-то, первой там какого-то смерти котенка, там, да, ощущение, вот, ну, я не знаю, там даже, вот какого-то взгляда, учителя, там, да, вот это, надо к этому подойти. Почему я об этом говорю? Потому что там должно быть огромное количество я, но без ягонья. Понимаете? И вот это мы когда, потому что человек сам по себе, каждый человек, и вы тоже там, да, все мы уникальные люди, и нам нужно обязательно не говорить вот это, да, вот надо делать так, а надо попытаться, да, вот это нащупать. Это сложно, на самом деле. Я могу сказать, что вот в этой системе, про которую мы говорили, наверное, это самое сложное, я имею в виду, искусство написания закадрового текста. Потому что телевизионный текст, вот, он на самом деле закадровый, очень специфичен, очень специфичен. Он не похож ни на что, ни на тот текст, ни на тот язык, который мы сейчас вовремя пользуемся, да, имеется в виду, говоря на радиоволок, да, вот, нет, тот, который пишется, потому что там учимся писать устной речью. Понимаете, это полное, полное противоречие такое. Никто не мог никак у меня понять этого, а потом мне кто-то из моих учеников говорит, вы знаете, мы в интернете нашли там кто-то, и там, говорит, так и написано. Ну, какой-то канал, надо уметь писать устной речью, да, вот, ну, естественно, убирать всякий словесный ум, там, да, да, все эти, так сказать, вещи. Вот, поэтому все это достаточно интересно, и я могу сказать, что мне удается, вот, как раз наоборот, как преподаватели, которые ставят оценки моим выпускникам, они называют это мое обучение волшебным пендалем, вот, потому что каждый материал не похож на предыдущий, на следующий, да, потому что люди снимают про то, что они хотят и как они хотят. Ну, естественно, там, да, каким-то образом, я пытаюсь на преддипломных консультациях доводить репортаж, этот или этот портретный очерк, ну, какие-то мы убираем, там, да, какие-то шероховатости, там, да, какие-то, ну, много всяких бывают вещей, вот, для того, чтобы его довести до какого-то совершенства, до ума, правильно, да. Вот, поэтому, я не знаю, вот здесь у меня, на самом деле, я не чувствую такой, какой-то большой проблемы, хотя на самом деле было такое, когда я только начал свою деятельность, такую преподавательскую, у меня один, наш преподаватель института Андрей Пищаев, он сказал, говорит, послушай, я посмотрел, говорит, все выпускные работы твоих вот студентов, они все, говорит, похожи на тебя, все портретные очерки сложные, тяжелые, образные, интересные, я говорю, это плохо, на самом деле, да, потому что я, это действительно сложный очень, жанр очень интересный и очень сложный, вот, и я могу, так сказать, как бы, да, там, кое-что сделать, ее показываю иногда, хотя, в принципе, демонстрация, как бы, своих материалов, это должно быть минимальное, потому что это очень, будем так говорить, это старые баррикады, вот надо… Да, да, да. Проторенное такое. Александр Ильич, вот Вы упомянули здесь у нас «Мир и молодежь», я вот хотела спросить по поводу этой программы, вот из «Партийной редакции» вышли в «Молодежную», как раз тот проект, и вот как писала о ней «Правда», и о «12 этаже» тоже я процитирую, «программы дают возможность высказаться и тем молодым людям, кто подвержен разного рода модным поверьям, в частности, в сфере музыки, кому еще предстоит сделать сознательный выбор в жизни». И все это, разумеется, опять же, цитата, «помогает формировать чувство ответственности перед Родиной». Вот я хочу спросить на фоне вот этой цитаты, как производился отбор того, что пойдет в эфир? Вот сами себе, Вы какой ставили лиценз? В.Мне сейчас трудно сказать об этом, вспомнить, но на самом деле это была потрясающе интересная работа, и я окунулся из спортивной редакции вот в эту жизнь, молодежной редакции. И я был в шоке, на самом деле. Я два-три месяца вообще не мог ничего сделать, потому что я уже был состоявшийся журналист, я уже мог писать и делать большие, хорошие программы. Но вот этот мир, который открылся передо мной, фантастический совершенно. В.Мне телевизионные журналисты? В.Мне. Нет, телевизионные журналисты я уже занимался, я уже делал большие программы, всякие редкие виды спорта. Я в спортивной редакции, это были тематические, я делал эти получасовые программы самостоятельно сам. И все у меня получалось, и все было замечательно. А здесь другое совершенно, понимаете, то, о чем Вы говорите. И мне посчастливилось в том смысле, я уже очень много ездил, а здесь еще больше, так сказать, этого возникло. И каждый выпуск, это мы чего-то где-то узнавали, да, где-то каким-то образом это что-то происходило. И мы приезжали, ну, например, недавно, вот я неделю тому назад был в Пушкинских горах, вот, и как раз, ну, поскольку это Псковская область, я вспоминал, как я когда-то поехал в Псков в командировку и делал такой материал, который был главным редактором нашей редакции, очень высоко оценен, и Дарт Михайловичем Сагалаевым, именно творчески оценен. Вот, потому что мы вот сделали про, я сам по себе материал, про студию молодежную, которая собиралась летом, делала из какой-то повозки кибетку, вот, и ездила по деревням и демонстрировала такой, так сказать, ну, простейший какие-то спектакли. И мы вот из этого делали. Меня жрали кумары со страшной силой, потому что мы, конечно, не в кибетке это ехали, вот, а съемочная группа ехала на какой-то там, я помню, машине, вот, но это был какой-то ужас. Я вот, я вспоминаю свою вот эту вот, сейчас-то я очень много езжу, и часто, ну, я сейчас уже подготовленный, конечно, я круто был, вот, так сказать, у меня все, да. А тогда, конечно, я залез в какую-то палатку, я понял, что меня сжирают, в результате я сумел поспать только в каком-то в вазике там, да. Вот, но мы сделали совершенно потрясающий материал про вот этих интересных, увлеченных людей, которые, я понимаю прекрасно, ну, это студия, да, это понятно, что это не профессиональные люди, но они приезжают, и на них, никто же не знает, да, в деревне, что вдруг вот пришла, и приехала эта кибитка, вот эта кибитка является, будем так говорить, декорацией, там, да, перед ней выходят какие-то люди, бабушки приходят с детьми там, да, и все в ужасе, так сказать, смотрят на это действие, потому что люди вообще никогда в жизни не были в театре, и мы вот это все снимали, мы это все делали, и этот хорошо очень, я вам помню этот материал, вот, и это очень интересно было, потрясающе. Но откуда мы это узнали, я не помню сейчас, там, да, я вот, вы задаете вопрос, но это была, вот, передача была, вот эти все полчаса были посвящены вот именно этому театру, и вот, я до сих пор этот материал, так сказать, это как-то помню, вот, были разные другие, там, да. — Вот я хотела вас спросить, как вы дошли до того, что сшили из пары белья индийского платья, вы долго учились шить это платье? — Это был уже взгляд, это во взгляде. — Да, я знаю, но все равно приемы похожи, согласитесь. — Ну да, это журналист меняет профессию, и там, на самом деле, существовала тогда немножко другая структура, я имею в виду милицейская, она называлась ОБХСС, вот, сейчас немножко там, да, это другая структура, и с ней я бы не стал, да, ни в коей мере каким-то образом связываться, чтобы делать какой-то материал, а тогда это были замечательные, интересные ребята молодые, вот, и они, вот, у них были какие-то специалисты, вот, имеется в виду на их поле, на их взгляде там, да, что ли имеется в виду, вот они могли. Они мне, значит, дали какую-то женщину, которая меня обучила, как из вот этого, из этих комплектов мужского нижнего белья индийского, потому что был очень качественный трикотаж, вот, его более качественного не было нигде, из него, вот, я сделал сначала там первое, что сделал, шапочки сшил, вот, более того, потом мы вместе с моей женой Анной сидели, вот, и сделали такой трафарет, и мы там, на этом трафарете написали лук, вот, хотя на самом деле программа, если взгляд говорить, это, конечно, не лук, это глэнс или аутлук, да, если, так сказать, да, там, ну, какой-то содержательный там, да, перевод, но, тем не менее, мы тогда не очень это понимали, и более того, я под прикрытием этих ментов, вот, я их продал на Полянке. Вот я хотела Вас спросить, за сколько Вы продали? Я помню, по-моему, что-то такое-то было, да, значит, сейчас я могу ошибаться в каких-то, вот, там, плюс-минус, там, какие-то рубли, вот, но вот этот комплект, например, он стоил где-то 14 рублей там, да, а каждая шапочка, а их там, получалось, у меня там, 6, она стоила 15, понимаете, да, то есть выгода была, на самом деле, ощутимая, там, да, один комплект из которого, а из него получалось, там, 6 шапочек, вот, то есть, и сегодня Вам может показаться это, как бы, смешным, вот, но Вы не представляете себе, как это было действовано тогда, потому что люди не понимали, сегодня все предприниматели, да, и все вроде бы занимаются бизнесом, а тогда Вы не представляете себе сколько, понятно, что людям было интересно смотреть этот материал, потому что потом я еще и женское платье сделал из этого, из этого комплекта, да, вот, но это мне помогало уже женщина, потому что я, конечно, сам не в состоянии был так это сделать, вот, это есть такие некие приемы-съемки, там, да, потому что за кадром мне помогали, безусловно. — А как Вы считаете, вот, например, сегодняшнему зрителю, какой из взглядовских сюжетов может быть интересным, и он бы его зацепил, вот, то, чтобы, ух ты, вау, они как они вообще это делали? — Да, там огромное количество было этих материалов, огромное количество. Ну, давайте мы, например, возьмем вот этот известный материал, который этот самый сделал Лат Листьев, и он завоевал все, так сказать… — Пролошадь его иметь? — Пролошадь, да, вот, про этого парня, там, да, это не про лошадь, это про парня, на самом деле. — Ну, я вот, например, смотрела, и я не могу сказать, что он мне прям так, вау, что-то такое, честно. — Вы даже не представляете себе, какой-то это было просто… — Ну, насколько я читала это, да, там, этот парень с этой лошадью, ну, как мне кажется, сейчас, вот, современному зрителю, если показать этот сюжет Влада Листьева, он как-то не проникнется, может. — Ну, может, естественно, время изменилось там, да, понятно, что оно изменилось. Там, я начинал делать про какое-то новое движение, или там, я не помню, там, кто-то что-то рисовал, и надо было как-то расфокусировать взгляд там, да, я имею в виду в изобразительном искусстве. И мы приехали на какую-то выставку, мы никак не могли понять, каким же образом нам делать вот этот, да, сделать этот материал для того, чтобы он был интересен. И я делал стендап стоя на голове, вот. И мы тогда переворачивали камеру, там, да, и все это делали. Я понимаю, наверное, сегодня это было бы тоже неинтересно. — Стоя на силу. — Конечно, да. Потому что, ну, стоит там, да, человек на голове. Но тогда, вы понимаете, игра была, потому что и все дальше было тоже перевернуто. Потом мы, конечно, перевели все это там. Вот. Потом, смотрите, вот опять. Даже самое интересное, вот, я вам могу сказать, это точно, совершенно, когда Володя Макусев делал репортаж простой очень про детский дом. Вы сегодня видите этих материалов сколько угодно, да. Вот. И вдруг он подошел там, да, этому мальчику сказал, говорит, ну, а ты что-нибудь можешь там спеть? Он говорит, это могу. Вот он. И он запил вот это прекрасное, далекое, не будь ко мне жестоко. Сегодня, когда мы смотрим этот материал, он нас никаким образом не трогает там, да, потому что мы уже были, стали, я имею в виду, страна, да, зрители, мы стали более циничными, больше знаем там, чего-то, так сказать, сами изменились. Угу. Я вам точно могу сказать там, да, что страна рыдала. Это да? Да. Потому что мы, поймем, мы закончили эфир, вот, и на лифте, значит, ну, поднялись на двенадцатый этаж. Подошли в кабинет, где сидел Володя Макусев, телефон трещал, не переставая, там, да, люди звонили, там, Ролан Звыков звонил, там кто-то еще, там, это, я присутствовал при этом, я не поднимал, это не мой телефон, вот, и это, и люди плакали. Я вам действительно это так говорю, не потому что там, вот, я на самом деле могу… Но вы вообще ощущали степень влияния, которое вы имели во взгляде, то, что вы делали такие вещи и люди так реагировали на вас? Ну, конечно, естественно, там, да, но это не в том смысле, что мы специально вытаскивали из них, там, какую-то слезу, это была совершенно непонятная вещь, потому что я могу сказать честно, там, да, вот Володя, Володя взял и этого парня попросил спеть, я бы никогда этого не сделал, вот я лично, понимаете, я могу все что угодно, там, да, но для меня, вот, сказать, там, вот ты, типа, встань на тумбочку и расскажи стишок или, там, что-нибудь спой, мне кажется, что для меня лично, там, да, что это так, как-то я унижаю этого ребенка, там, или этого чего, я бы не сказал. Ну, с точки зрения этики для вас это недопустимо? Недопустимо, а Володе допустимо, это нормально, и вот это было… Вы понимаете, важно, чтобы были все разные люди, и поэтому разные репортажи, и вы понимаете, что сегодня одиозные некоторые личности, про которые можно даже не говорить, я имею в виду телевизионные, тогда вы могли включать, ну, не вы, а, так сказать, ваши родители включать телевизор, и было непонятно, на самом деле, кого сегодня мы увидим, а что за материалы будут. Вот, а сегодня же, так сказать, у вас все понятно, и шуточки ясны, вот, и хмылочки тоже там, да, и в основном это все, как купленная лицензионная программа, вот, к сожалению, в общем, да, у нас мало осталось в эфире тех программ, которые являются… да, потому что, ну, это везде сейчас, в любой ситуации, все время, не спасибо, забирают, да, мы посмотрим, нет, спасибо, нам это не нужно. Потом под другой фамилией это появляется, и человек не может чем-то защититься там, да, мы пытались сделать иначе тогда. Да, существовала студия Политковского, и мы делали, что? Мы тогда лицензировали ее, ну, в этом самом, в агентстве по авторским правам, да, вот, для того, чтобы студия, как юридическое лицо, вот, получила, как бы, да, вот, это авторское святительство, оно не мое, я не претендовал никогда, потому что если это не придумал, то зачем мне это нужно? И отдавал это тому человеку, который придумал. Но тогда этот проект изначально никуда не шел, вот. Вам могу сказать, там, да, каким образом, вот, это очень интересная, так сказать, вещь, существует такой человек, который работал у нас в молодежной редакции, Оксана Найчук. Она есть такой? Нет, не знаю. Вот, она придумала программу, там, «Ищу тебя» или «Жду тебя», вот, что сейчас идет в эфире? Жди меня. Жди меня. А она «Ищу тебя», там, да, так вот у нее полностью это отсудили, поменяли название. — Друзья, это же видовская программа была. — Да. Вы все правильно говорите, вы все правильно говорите, там, да. Но невозможно было, там, да, человек придумал эту программу, вот, и ему, там, состоялся суд, отобрали полностью все права, заплатили какую-то там неустойку ей. Вот, это, ну, просто вы понимаете, да, что какой юридический отдел работает на Первом канале, да, и может ли один человек противостоять этому. Вот. И в результате получилось то, что получилось, там, да, вот. А она это придумала, она хотела сама вести эту программу, там, да, и, так сказать, каким-то образом, ну, может не вести, а может принимать участие, я не знаю, каким образом. Вот, я эту все хорошо историю знаю, потому что Оксана была нашим редактором, вот, молодежной редакцией, очень хорошим, качественным редактором, вот, и, на самом деле, с ней всегда было приятно работать. И сейчас она работает в телевизионном бизнесе, я не знаю, правда, чем она там сейчас занимается, она хотела там куда, какими-то сериалами, там, да, что-то еще, вот, я не в курсе. — Александр Владимирович, вот я хотела у Вас спросить про шоу-биржу. — Да. — Что это была за рубрика, кто ее вел, потому что в интернете на самом деле очень много информации по этой теме, а выпуск и то всего один, 1991 года, там девушку ведет какую-то. Вот Владимир Викторович Мукусев в этой студии говорил, что стоило сказать в этой рубрике, что где-то там выступает кто-то там, как где-то там уже все билеты были скуплены, и нам было афиши печать и так далее. — Естественно, да. — Я вот хотела спросить, вот как она, кому она пришла в голову, и к чему она привела, в принципе? — Да Вы знаете, на самом деле надо присоотнять шоу-биржу, надо плясать совершенно другой программы там, которая была, это утренняя почта. — То есть Вы имеете в виду, что с утренней почты начались какие-то заказные сюжеты? — Да, да. — Оттуда? — Да, да. И там, так сказать, это все началось, потому что тогда для всех было вообще непонятно, каким образом вот это происходит. Мы же тогда не были, наши мозги в таком засоре рекламном, там, да, и тогда кто-то что-то узнал, кто-то что-то увидел, вот, и тогда вот только вякнул, да, что-то такое там, да, кто только что-то такое узнал. Вот, естественно, сразу это все происходило. Вот, и поэтому потом огромное количество рекламных компаний с того, да, вот, и в телекомпании «Вид», и в других там, да, компаниях, везде все стали, так сказать, специалистами по рекламе. Вот, потом очень важная вещь еще, мы же представляем себе, что в те времена не было такой профессии, как продюсер. Ее, в принципе, и сейчас по-настоящему нет. Да, потому что мы становились продюсерами по неволе, да, потому что в девяносто первом году был закрыт взгляд, и мы перестали быть сотрудниками гостя или ради, да, вот, и дальше начались всевозможные перетурбации в нашей стране, и поэтому мы вдруг стали осознавать, да, что вот этот стаканчик, или этот стол, или этот микрофон, он стоит что-то, каких-то там денег, и тогда возникли некоторые там какие-то люди. Какие? Ну, господин Кивелиди, например, да, Ваня Кивелиди, вот, один руководитель, ну, банкир такой, он потом был в своей, к сожалению, убит в своем кабинете, да, он был отравлен, вот, это известный, так сказать, случай, когда телефонная трубка была там, да, чем-то посыпана, вот, и пробежала там его секретарша, когда ему уже было плохо, она тоже, потому что никто не мог представить себе. А он был как-то заинтересован в рекламных контрактах? Да нет, это был мой приятель, это был мой приятель, было, когда все это дело произошло, так сказать, Ваня сказал, говорит, вам хватит 50 тысяч, но это была действительно тогда большая, хорошая, так сказать, сумма. И он реально мне просто ее лично отдал эту сумму, и это была первоначальная сумма для телекомпании нашей. А 50 тысяч чего? Рублей. Рублей. Вот, ну, это реально была, так сказать, вот, и я вам могу сказать, что существовала такая очень интересная вещь, которая называлась «Взгляд из подполья», вот, такая история. Это на кассетах? Да, на кассетах. А как она распространялась вообще? Да, она распространялась, она продавалась, там, по всем, естественно, республикам Прибалтики, там, там, кто-то, ну, много там людей покупали, можно было ее даже, значит, на Арбате было вот этот… Рублей. 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 Ну, тогда были вот эти вот пункты, где можно было на прокат взять. Рублей. Рублей. Да, да, да. Вот, и кто-то был категорически против, вот они там воруют наши ВХС-ки, там, тут и тут. Я говорю, вы представляете себе, если люди воруют наши ВХС-ки и смотрят наши программы, это значит, кому-то нужно. Я говорю, давайте мы не будем там, да, вот… Вдруг получилось, что осознали при том, что произошло, что можно зарабатывать деньги честно. Имеется в виду ни джинсой, ни чем, там, скажем, просто нормально, делай продукт, продавай его, получается… Да, да, да. А можно вот касательно вида, вы были владельцем акций какого-то определенного пакета. Да. И когда убили Листьева, вы начали резко все, грубо говоря, сливать эти акции, большинство журналистов, которыми владели. А что, почему так произошло? То есть, мне кажется, это был такой достаточно лакомый кусочек, и почему он так вдруг… Вас кто-то вынуждал к этому, или вы поняли, что вам это больше не интересно? Ну, здесь просто есть такая проблема в вашем вопросе, потому что это не соответствует действительности. Почему? Ну, потому что это никто не сливал ничего. Ну, вы же начали продавать акции. Никто не продавал. Ну, а как все было? А как это так было? Никак не было. Все было. То есть, вы до сих пор держите, вас какие-то есть? Нет, нет, программа, так сказать, все продавалось, все продолжило существовать там, да, и не было никаких, так сказать, в этом смысле там. Вот, там произошла другая ситуация там, потому что был руководителем, там целая история потом была еще после убийства Влада. Вот, потому что раз Баш был генеральным директором, все продолжало, существовало, так сказать, жило и процветало, и были разные интересные там, да, какие-то, дальше какие-то проекты, которые Андрюша там, да, он такой был немножко увлекающийся человек, вот, и его можно было увлечь, это очень хорошее, кстати говоря, качество телевизионного продюсера, вот, потому что даже можно оказаться в минусе, но тогда можно много чего найти, вот, но потом произошла другая, так сказать, ситуация, потом поменялся, руководитель им стал любимым Саша, вот, и там произошла, так сказать, другая, так сказать, совершенно важная вещь. — Ну, что он Вам предложил расстаться с акциями? — Да, да. — Любимых предложил Вам расстаться? — Да, да, да. Вот, и поэтому единственный человек, который был против, там, да, и упирался, а я Вам могу сказать, это все очень просто, даже документально все подтверждено, поскольку… — Скажите? — Да, потому что просто Эрнст перестал платить. — Перестал платить в плане… — Телекомпания Эмит. — И возникли огромные долги, вот, и тогда, так сказать, между ними произошел какой-то там разговор, неразговор, я не знаю, там, да, дальше меня это не волнует и мало беспокоит. — И Любимых Вам предложил продать свои доли? — Да, да, да. Вот, и, значит, будем так говорить, что, ну, я единственный был как раз тот человек, который не продавал их, да, потому что, да, ничего я не делал от этого, вот, но, тем не менее, поскольку все согласились, вот, а я, так сказать, оставался вот именно в каком-то таком гордом одиночестве, там, да, ну и думаю, ну и что я буду там… — А согласился кто-то? Мукусев? — Не-не, Мукусева там не было, в Телекомпании ВИД там не было, там было достаточно ограниченное количество людей, вот, Ваня Демидов, Саша Горожанкин, Саша Политковский, там, да, Разбаш, там, да, Листьев, там, там достаточно небольшое количество людей было, поэтому там никто ничего не сливал, вот, а теперь это было представлено таким образом, и потом, и более того, там произошел еще интересный такой обман, что, вот, здесь уже Ваня Демидов принимал участие, он сказал, говорит, нам нужно просто вот это, действительно, там, телекомпании, там, типа бренда расстаться, я говорю, задаю вопрос, а у нас существуют архивы, огромные архивы, да нет, какие-то архивы, они вообще не нужны там, да, Яросту там, там, что-то еще, но в результате получилось так, что, естественно, вместе со всеми акциями вышли и архивы, но, что интересно, что сегодня такие дебилы руководят, так сказать, этой компанией, что они даже не знают, чем они владеют, потому что очень много людей обращается, там, да, и что-то такое там происходит, вот, они себя ведут, как, значит, еврей посудной лавки, там, да, заплати мне там то-то, я тебе все, что хочешь продам, там, да, но они не знают, что у них есть, люди, которые находятся вне этого, там, да, этого процесса, они больше знают, я имею в виду именно архивы, не программы «Взгляд», которые есть, ну, не все, они в телерадиофонде существуют, и вы можете совершенно спокойно, нормально там, ну, например, для того, чтобы вам было понятно, там, да, там существует в архиве пленка одна, там, да, ну, например, похороны, там, Влада этого одна, мою только единственную группу съемочную пустили на похороны от Арика Андреяшвили, вот, потому что там возникла, возникла, естественно, сразу проблема, почему, как, что, чего, но когда узнали, что это именно моя съемочная группа, то ей было разрешено снимать, и она, естественно, эта съемка присутствует, да, и она на самом деле, и еще очень много, что я просто не буду говорить вам, да, потому что нафига я буду рассказывать банку про его, так сказать, содержимое его подвалов, да, если он сам об этом не знает, вот, там огромное количество есть потрясающих совершенно вещей, на которых можно спокойно жить, вот, можно делать хорошую документалку, там, да, можно, там, что-то такое делать, а не заниматься тем, чтобы распродавать это, вот, поэтому там много, так сказать, всяких есть интересных вещей, вот, но поскольку жизнь, она диктует какие-то другие, там, да, условия и другие контракты, вот, то, естественно, это все прикладывается из правой, там, карманы в левой, ну, вы все знаете, там, и понимаете, наша страна, она в этом смысле достаточно ясна и понятна, в этом смысле, посмотрите, он на московские улицы перерытые. — Ну, да. Александр Владимирович, я вот в завершении нашей программы хочу вас спросить. Вчера вот вручили премию ТЭФИ за лучшее журналистское расследование. — Кому? — Ревизора «Новый сезон», который ведет Ольга Романовская, бывшая участница «Виагра». Вот прокомментируйте это как-нибудь, пожалуйста, я не могу, у меня почему-то несостыковка какая-то. — Я, честно говоря, ну, мне ничего сказать, я могу почему, да, вот, я могу ёрничать, я могу все что угодно там. — Я даже ёрничать не могу, если честно. — Нет, нет, я по-другому, я просто не смотрю программы, поэтому я не знаю, о чём идет речь. — Женщина заходит в отель, в ресторан и начинает искать, где грязно. — Искать пыль. — Понятно. — Он ссорится с персоналом. — Я однажды фрагмент это видел. — Выпускница, кстати, Московского института телевидения радиовещания «Летучая» раньше вела его, а теперь вот у неё такая… — Сменили это Романовская теперь, да. — Вот я один раз могу… — Ну, то есть теперь это у нас журналистское расследование. — Ну, это ничто там, да, потому что вы сами понимаете, там вот и у нас честное расследование, на ВГТРК там есть… — Ну, а что-то там, да. — Ну, что-то там, да. — Специальное расследование. — Не-не-не, честное расследование. — Честное расследование, да. — При ВГТРК. — Там всякие честные понедельники, лживые пятницы. — Недоговорённая среда. — Недоговорённая среда, да. — Недоговорённая среда, да. И, в общем, стыдно, да. Поэтому я действительно там, поскольку я не смотрю вот этот продукт, то я не могу ничего по этому поводу сказать там, потому что… Да, и ещё что важно там, да, у меня ВГТРК вообще отключено. Я просто отключил, потому что… — Я уже отключил. — Да, вот. — Нет, я стараюсь отслеживать. Если уметь это фильтровать, то это полезно. — Нет, нет. На самом деле, меня очень интересует, я разрабатываю, так сказать, у меня есть определённый такой курс информационной войны, вот, и информационного зомбирования там, да, ещё существует. И вот средствами монтажа, вот, там господин Киселёв, господин Попов очень в этом смысле преуспел, потому что к журналистике мало что отношения, это больше КГБшная такая тема, вот, каким образом они склеивают, ну, эффект Кулешова, да, так сказать, там, да, склеивают два кадра, которые не имеют отношения друг к другу, но каким образом они зомбируют и придумывают… — Ну да, контрапункт ещё туда же. — Да, да, да. Вот, и поэтому вот у меня набран этот материал, и если, так сказать, умненькие, хорошие, у меня есть ученики, то я им рассказываю и показываю это всё для того, чтобы они могли сами различать, каким образом. Потому что очень тяжело, студенты Московского института телевидения радиовещания, я имею в виду института, вот. — То есть именно после школы, которые… — Да, да, да. Они меня один раз… — С чистыми мозгами, скажем так. — Третьекурсники попросили, вот этот вот, вы помните предвыборный вот этот кошмар, там, да, «Запад им поможет», это всё вот это, то, что делали подмётные всякие передачи, ну, ЧП, вот. И я уже устал это всё смотреть, это противно, тошно, вот, неинтересно. — Понялось. Дорогие слушатели, вы были свидетелями нашей беседы с Александром Владимировичем Плитковским, российским журналистом, политическим обозревателем, а ныне преподавателем Московского института телевидения и радиовещания «Останкино». С вами были в студии Юлия Щетинина и Александра Панина. Слушайте нас ровно через неделю, а сейчас предлагаю вам музыку. Музыка 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 Музыка